Привет всем! Меня зовут Люда, вы находитесь на моем канале Блаж Суприм. Спасибо вам огромное за то, что продолжаете быть моим зрителем. Сегодняшнее видео будет крайне полезным, потому что именно подобные видео помогают сэкономить время и деньги, естественно. Я вообще за то, чтобы блогеры постоянно снимали такие видео, ведь именно это давать советы и рассказывать про свой опыт, это главная цель бьюти-блогерства. Так что вам сегодня абсолютно точно будет интересно и полезно, так что давайте скорее приступать. Итак, первый продукт, про который я вам расскажу, довольно противоречивый. У меня лично он вызывал как восторг, так и недовольство. И в общем, в итоге я решила, что больше я на него тратить не буду. Итак, продукт номер один, который разочаровал меня полностью, это бальзам Иос. Конечно, спорить о том, что бальзам и Иос выполнены очень здорово и симпатично, я не буду. Это действительно так, это что-то новое, что-то оригинальное и что-то очень классное, которое смотрится у тебя в косметичке очень действительно оригинально. Есть у них и кругляшочки вот такие, есть и просто помады. Я попробовала все. Полосатый бальзам это кокосовое молоко с чем-то, вот это у меня ваниль. Еще у меня есть малина и гранат, который, в принципе, мне более-менее подошел. Ну так, это уже с натяжкой я сказала. Мне не нравится то, что этот бальзам не работает как гигиеническая помада. Даже Baby Lips от Maybelline работают гораздо лучше. Мне не нравится, например, вот в этом кокосовом, первоначально, когда его нюхаешь, ты чувствуешь кокосовое сладкое молоко. Но потом такое послевкусие приходит чего-то очень жирного, неприятного, какого-то пальмового масла. Не удивлюсь, если есть это в составе. В общем, при всей своей красоте и оригинальности Иос мне не нравится вообще никак. Так что это такое разочарование самое первое. Я знаю, что в некоторых своих видео я говорила, что они мне нравятся, но это было первое впечатление. Теперь уже совсем осознанное впечатление минус, негативное, плохое. Фу, бяка, выбрасываем. И больше не тратим на эти бальзамчики 350 рублей. В России они стоят 350, наверное, за границей они стоят дешевле, что всегда так происходит. Но, тем не менее, я вам, ну, наверное, не советую. Хотите, попробуйте, потому что сейчас все с ума сходят. Ну, а дальше покупать я его точно не буду. Следующая штука, я ее покупать точно не буду, хотя она мне прослужит очень-очень долго, еще долго не будет заканчиваться. Угадайте, что это? Да-да, это метеориты. Если бы я жила во дворце, где у меня был красивый девичий такой столик бадуарный, я каждое утро просыпалась и медленно накладывала косметику, доставала эти метеориты, нюхала их и получала удовольствие, конечно, да, я бы, наверное, метеориты покупала. Ну, а так, поскольку все сейчас активно и косметика нам нужна целенаправленно, чтобы красить свое лицо, в меньшей степени наслаждаться, хотя наслаждаемся мы косметикой по полной программе тоже. Поэтому в косметике мы ищем то, что функционально, то, что работает, то, что действительно заметно, изменяет нашу внешность. В общем, метеориты никаким образом не изменяют нашу внешность, это только баловство, это только игрушечки. Лицу не придается какой-то особенной свежести, какой-то особенного свечения, это больше, наверное, мне кажется, какой-то эффект плацебо, когда вы используете метеориты. Однажды я даже пыталась отдельным блестящим шариком мазюкать себе лицо, тогда, конечно, было какой-то эффект свечения, но не более того. Ну, в общем, метеориты я больше покупать не буду, хотя их такое огромное количество в этой коробочке, я уже даже маме отсыпала несколько шариков, они мне очень долго еще прослужат. В общем, я не вижу в этом смысла никакого так только поиграться. Вот такой вот я функциональный человек, не вижу в этом никакого смысла так только купить и понять, что все, метеориты я купила, попробовала и поняла, от чего сходит весь мир с ума. Следующий продукт, который я больше не куплю, но, тем не менее, я использовала его практически до конца, это база под макияж от Make Up For Ever, которая называется HD Primer, High Definition, то есть тот, который как бы круто смотрится на фотографиях. Обратите внимание, что я закончила его до конца, то есть я абсолютно полностью им попользовалась, я поняла все плюсы и минусы, и в итоге я не буду больше на него тратить деньги. Ну, это такое своеобразное разочарование, тоже можно сказать. Почему? Потому что он липкий. Почему? Потому что с ним тональный кажется еще больше, еще такой толстый прям слой тонального. По поводу пор я бы не сказала, что он так сильно их скрывает, он пахнет очень, ну вот прям реально очень сильно пахнет этот праймер, и это тоже огромный-огромный минус. И еще я заметила, что после этого праймера у меня начались такие небольшие комедончики, либо какие-то засоренные поры, что тоже огромный минус. Поэтому HD Праймер Make Up For Ever я больше использовать не буду. В принципе, вам особо не советую, поскольку он стоит достаточно дорого, а смысла в этом никакого нет. Ну, чтобы закончить с праймерами, расскажу вам о втором моем таком базовом разочаровании. Это вот такой праймер от Revlon, который называется Photo Ready, который тоже для фотографий, чтобы у вас же лицо красиво смотрелось. Самый огромный минус, то что он воняет каким-то машинным маслом, каким-то жиром, какой-то ерундой. И он очень уж очень силиконовый. Конечно, на нем тональность смотрится неплохо, но я такое ощущение, что наношу какой-то технический силикон себе на лицо. Вонище страшное, отвратительное просто. Ну, я не знаю, за это можно поставить такой огромнейший-огромнейший-огромнейший-огромнейший-жильный-огромнейший-жильный минус по 100 мей. За это я ему ставлю огромный-огромный жирный минус, и никогда больше его не куплю. Потому что в этой же ценовой категории есть праймеры и получше, но которые, по крайней мере, не воняют непонятно чем. Следующее мое разочарование. Я на 100% была уверена, что я в нем разочаруюсь, но скидки в Литуале делают свое дело, и я все равно схватила эту коробочку. Ну и вообще, конечно, делают свое дело коробочки Benefit, которые привлекают и завлекают меня своим дизайном. Обожаю их дизайн, все мне нравится в подобном дизайне, как вот у Too Faced, у Benefit и у Balm. Очень здорово, очень круто, но на это, как рыбка, ловится такой покупатель, как я. В общем, никогда больше не куплю вот такую штуковину, которая называется Dr. Feel Good. В общем, теоретически, эта байда должна убирать жир у вас. Вы должны его так вот делать. Пахнет приятно, лимоном, и вот он как бы должен убирать жир. Что могу сказать? Жир он не убирает, пахнет он, конечно, вкусно, feel good после него не очень feel good, и просто ощущение, что вы возюкаете ваш тональный крем туда-сюда. У него структура такая воскообразная, вы знаете, как раньше были сухие духи такие, в детстве у меня были. И в общем, ну вот видите, я его... В общем, воскообразная структура, которая при попадании на ваше лицо никаким образом не убирает жирный блеск, а просто, вот как я сказала, возюкает на базе этого воска туда-сюда ваш тональный пудр и весь макияж. В общем, я смысла вообще не поняла, и прикола тоже этой штуковины я не поняла. Пишут, что здесь витамины СЕ, которые матируют кожу, убирают жирный блеск, и все гладенько сглаживает на вашем лице. Не знаю, что он там сглаживает. Мне он ничего не сглаживает. Эта упаковка, конечно, классная, но такое разочарование просто вселенское. Стоит дорогущих денег, особенно в России. В общем, никому не советую покупать эту штуку. Предпоследним продуктом, который я больше никогда не куплю, будет вот такой вот лайнер от MAC. В цвете индиго. Но дело не в цвете. Цвет-то, конечно, симпатичный. А дело в том, что я не знаю, какие глаза надо... Вообще, он побелел как-то странно. В общем, дело в том, что я не знаю, какие глаза надо красить этим карандашом. Мне кажется, этот карандаш только подходит для детских раскрасок. Все. Потому что он такой твердый. Он даже более твердый, чем обычный канцелярский карандаш. Знаете, такие желтенькие были у нас в школе. В общем, он очень-очень немягкий. Я не могу сказать, что я купила подделку. Я купила в Москве, в настоящем маковском магазине. Стоил он, естественно, как вся продукция MAC, дорого. Но прикола я вообще не поняла. Я его пыталась растопить сначала на коже, перед тем, как наносить. Я его пыталась чуть-чуть подтапливать зажигалкой. Тоже ничего не помогло. В общем, мой вердикт это сухой, присухой карандаш, который вашим глазам вообще не подходит. Иначе вы к чертям их сотрете. Не советую вам покупать карандаши от MAC для глаз. Либо, может быть, подождать, пока они изменят рецептуру. Может быть, что-то поможет. Ну и последний продукт на сегодня, который я не буду больше покупать. Это такой супер лакшери продукт. Косметику, которую я обожаю. Просто я могу молиться на эту косметику. Это косметика Armani. Но, к сожалению, есть одна штукенция, которая совсем мне там не понравилась. И эта штукенция вот в такой красивой баночке. Это тональный крем Designer Lift. Конечно, Designer Lift придуман для кожи уже более-менее взрослой, чтобы чуть-чуть подтягивать эту кожу, чтобы был такой эффект лифтинга. Но, тем не менее, у меня кожа периодически отекает, и я подумала, что мне тоже подойдет этот Designer Lift. Тем более, нет никаких предостережений, что, мол, девушки в 25-30 лет не должны им пользоваться. Все нормально. Но мне даже не понравился этот тональный крем не тем, что в нем отсутствует эффект лифтинга, что доказано, я пробовала на себе, на своей маме. Мне он не понравился тем, что он настолько пятнистый. Я такого тонального крема еще не встречала. Он ложится пятнами, и он потом через 2 часа начинает превращать тебя в какого-то леопарда, и ты вообще с этим ничего не можешь делать, пока не сотрешь свою косметику и не нанесешь ее заново. Я пыталась его класть на базу, на разные базы. Я пыталась его фиксировать матирующими салфетками, матирующие пудры бесцветные, обычные пудры с оттенком. Ничего не помогает. Я уже молчу о том, что на него совсем не накладывается бронзер и румяна. В общем, если вы вдруг решили себя побаловать косметикой Armani, я вам не советую покупать Designer Lift, а советую покупать что? Раз, два, три, давайте угадаем, конечно, Maestro. Тональный Maestro Armani, это, конечно, тональный крем номер один, абсолютно из всех брендов, которые я только встречала. Кстати, если вам интересно, чтобы я сделала видео о фаворитах на все, на все времена, тоже скажите мне об этом в комментариях. Буду думать, может быть, действительно подготовлю для вас не только разочарование, которое я никогда больше не куплю, но и то, что я буду покупать постоянно. Ну, на этом на сегодня я, наверное, поставлю точку. Вот такие вот у меня продукты, которые я больше никогда приобретать не буду. Расскажите, что вы думаете по этому поводу, также ниже в комментариях, и обязательно еще увидимся в следующих видео. Пока-пока!